Всем привет! Сегодня у нас рассказ подписчика, который был ранее опубликован на Дзен-канале. И все-таки гитлеровцы людьми не были. Почему? Дед мой рассказывал, как он бежал на фронт из Воронежа за пару месяцев до его полного уничтожения в Воронежской битве. Приписал себе год и на фронт на таборнике. Там прибился к фронтовой части, назначили в отделение разведки. А дома? Уже не было дома. Он не знал. Воронеж немцы и венгры разнесли еще хуже, чем позже Сталинград. Учужили мирный город кровавыми бомбардировками почти неделю. Да потом танками укатали. Чистое поле с битым кирпичом осталось от того Воронежа. Фронт несколько раз через город прокатывался, туда и обратно. Собственно, первым Сталинградом у нас стал Воронеж, а сам Сталинград уже позже случился. Уцелело мало народу, а кто уцелел, были вырезаны венгерскими нацистами, да с такой жестокостью, что именно тогда и родилось негласное решение венгров в плен живыми не брать. До сих пор огромное кладбище венгров под Воронежем содержится на деньги в Венгрии. И вот уже начало 1945 года война идет в логове фрицев. Много сдаются фрицев без боя, как наши в 1941 году, но бывают и ожесточенные бои. А вот три танка ИС-2 проходят пригород, два встали, дымятся слегка. Дед в полевой разведке, подполз к одному ИСу, осмотрел снаружи, вроде бы целый танк. Сбоку башни маленькая дырочка, и дымок из нее чуть-чуть вьется. Открыл люк мехвода, вляпался в липкую жижу. Первый страх прошел, полез дальше. Все стенки корпуса изнутри покрашены белой краской, и по всем стенкам размазано красное месиво с лохмотьями. Ни одной целой кости не нашел от всего экипажа. Все перемолола кумулятивная струя. Чудом уцелело несколько снарядов. Почти все расстреляли, потому и не взорвался танк. Взревел от ненависти тогда мой дед. Молодой парнишка был, 20 лет, фронтовой разведчик. Выскочил из люка и поклялся, что из-под земли достанут того фаусечка-фрица. Недолго искал. Нашел двух пацанов в белобрысах. Лет 13-14. В форме на два размера больше. Тащили на двоих еще один фаус-патрон. Когда выцеливали следующий танк, он их и поймал. Говорит, увидел их лица, плачущие глаза, полные страха. Весь гнев и прошел. Не смог он их на месте прикончить, как требовал полевой устав. Потащил под огнем их в штаб. Собой прикрывал от осколков и пуль. В штабе офицеры допросили пацанчиков и тоже не смогли в расход пустить. Оформили как сирот и послали в тыл. На сборный пункт. Справка. В 1945 году, в отчаянии, Гитлер стал посылать на оборону города, стариков и детей. Дети были из числа так называемых «Гитлерюгент». По-нашенскому это как кадеты. И в основном, чем они промышляли, это подрывом с советских танков, из фаус-патронов. Много эти обезумевшие нацистской пропаганды уничтожили наших танков. Но, как мы знаем, это им никак не помогло. Слава и вечная память нашим танкистам!